Приветствую вас, с вами, давайте разберём ваш вопрос. Как часто нужно общаться с двоюродными братьями и сёстрами? Мой брат работает в командировке другой на лаксе, не находит время для общения с родственниками. Баба был пример, несколько лет не видел свою сестру, когда она приехала в гости, то не узнала его в норме. Как часто общаются братья и сёстры двоюродные? Я своего брата вижу в среднем один раз в два, один-два раза в год, его жену тоже. Что посоветовать, что бы сблизить отношения? Смотрите. Во-первых, здесь очень важный момент. Момент, связанный с тем, что одно дело, если вы хотите просто общаться со своими, ну, родными, да? Ну, вот, с какой-то периодичностью, вот, потому что вы спрашиваете, как часто общаются братья и сёстры. Вот, и другое дело, если вы хотите именно сблизиться с ними, то есть, ну, как бы, вот, более часто общаться, вот, там, больше, больше времени вместе проводить как-то и так далее. Это разный запрос, потому что в первом случае, когда вы говорите о том, как, ну, как часто общаются двоюродные братья и сёстры, вы оперируете книгой такой, ну, нормы, нормы общения. Вот, как бы, ну, опасаюсь немножко того, что ваша ситуация выходит за рамки этих самых норм. Но, в то же время, как будто бы, не очень-то и хотят общаться с братьями и сёстрами вашими. То есть, в то же время, задавая вот такой вопрос, вы, на мой взгляд, демонстрируете здесь то, что особенно общаться вы не хотите. В этом случае, получается, что у вас, как бы, больше какое-то чувство друга, получается, нежели чем, нежели чем желание общаться. Ну, я бы не сказал, что это хороший мотиватор для общения. Вот, если вы хотите общаться, там, чисто из, вот, долга, потому что, ну, так надо. На мой взгляд, это никуда не приведёт вас, вот, ничего, ничего вам не даст хорошего. И, напротив, если вы действительно хотите сблизиться со своими близкими, то очень важно увидеть цель. И в векторнест того, что вы хотите. То есть, если вы хотите сблизиться, то давайте сразу уточним. Для чего вы хотите сблизиться? А если вы сближаетесь, то позвольте уточнить, из какого состояния. Из состояния избытка, когда у вас много чего или чего-то, чем бы вы могли и хотели бы поделиться. Или из состояния дефицита, когда особенно делиться ничем не хочется. Но, типа, надо, потому что у вас есть цель. Вот, подобную дефиницию, на мой взгляд, необходимо провести, чтобы понимать свой мотив. Дальше, конечно, нужно посмотреть на то, как получилось, что вы не общаетесь. Может быть, какие-то конфликты между вами и вашими родными имели место быть. Какие-то конфликты, какие-то вот разногласия, разночтение, недовольство, что-то невыраженное, что-то невыраженное. Может быть, что-то не искреннее. Вот. Понимаете, да? Это все играет роль. А дальше не нужно искать точки соприкосновения, что-то общее между вами. Вот. И это реализовывают. Потому что, если и пока ничего общего между вами нет, или общего мало, то невольно, конечно, появляется здесь этот вопрос, да? Зачем? Зачем? Зачем вот вашим родственникам, да? Вашему брату? Ну, двоюродному. Извёз. Взаим, отаются. Взаим. Взаим. Ээээ... заиметрую. С. Сihuacare. Вз trzyニьи! По силаму, ねруются. Это это... для чего? Мы с вами обзор. Вот. Если вы не можете сами себе ответить на этот вопрос, зачем вашему брату с вами общаться, то вряд ли общение будет, опять же, ну, продвигаться как-то. Естественно, что вы можете активнее демонстрировать вашему брату, например, со своей активностью, то есть свои какие-то интересы, свои проявления, да, то есть вот знакомить его, как бы, с собой, можете вы. И он уже будет смотреть, что он может принять вас, да, и что ему там интересно. А что нет, это может быть не всегда приятный такой процесс, вот, не всегда гладкий процесс, но тем не менее, вот. Так можно выстраивать отношения между людьми, если вам того хочется. Важно совместное какое-то времяпровождение, важно совместный опыт, совместные впечатления, которые могли бы быть у вас, и которые могли бы, опять же, сплатить, то есть людей, вот, сплачивают именно совместные впечатления. Вот, совместный опыт, совместные впечатления, это вот то, что людей, как правило, сближают и сближают, ну, довольно сильно. Вот, такая вот история. Ну, вот вы сравниваете себя с папой, да, говорите, что вот у вашего папы такая вот ситуация определенная, да. Ну, на мой взгляд, странно вот себя с папой не стоит, потому что опыт разный. Опыт разный у вас и у него, и менталитет разный, ну, вот, у него, у его, родных у вас и у вашего брата. Вот, так что, больше я бы опирался, конечно, на себя здесь, на вот свои определенные какие-то импульсы и мотивационные, так сказать, векторы, для того, чтобы выстраивать отношения, если вы хотите, конечно. Вот, ну, ну, понимать, понимать, что, вероятно, вы будете надалкиваться на какие-то, ну, препятствия, да, то есть люди могут не идти на контакт. Ну, и я бы, конечно, предостерег вот помощи, вот, то есть не выстраивать отношения на том, чтобы помогать. Вот, потому что это самый простой способ, как-то человек сблизится, да, это самый простой способ, но важно понимать, что этот способ, он, очень быстро после себя ничего не оставляет. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!